На площади славы 193 призывника из разных регионов России. Впервые вместе собрались участники пяти спортивных рот страны, чтобы принять присягу. Спорт-роты – это уникальное явление, которое зародилось в середине прошлого века. В 2008 году подразделение упразднили, но сейчас оно вновь переживает подъем. Спортивные роты возразили в 2012 году указом президента Владимира Путина. С того момента молодые спортсмены на особых условиях проходят военную службу. Успехи представителей армейского клуба – визитная карточка российского спорта. Служить в спортивных ротах Вооруженных сил Российской Федерации ответственно и почетно. Вы являетесь неоспоримыми примерами для подрастающего поколения. Истинное патриотическое воспитание детей и подростков, повышение интереса граждан России к физкультуре и спорту – это одна из важнейших стратегических государственных задач. Я уверен, что все те, кто сегодня принял присягу, достойно будут нести знамя армейского и российского спорта. Поэтому я вас поздравляю, хотел пожелать вам здоровья и удачи на спортивных аренах. С честью и достойно встречать наши результаты и нашу страну на международных соревнованиях. Среди заступивших на службу в спортроту ЦСКА победители и призеры Олимпийских игр, кандидаты и мастера спорта, чемпионы мира и Европы. Для призывников служба в спортроте – это возможность отдать долг Родине, не бросая тренировок, а напротив – улучшая как индивидуальные, так и командные показатели. Во время службы спортсмены практически наравне с обычными призывниками проходят курс молодого бойца, причем не отрываясь от тренировок. По словам командира спортивной роты ЦСКА, которая базируется в Самаре, введение в военную службу проводится в ускоренном режиме, как правило, в течение двух недель. Личный состав изучает азы, так называемую военную азбуку. Это элементарные строевые приемы на месте, в движении с оружием, без оружия. Это общевоинские уставы, это основы безопасности военной службы, это огневая подготовка. Личный состав обучается владению своим штатным оружием, выполняет первые упражнения начальных стрельб. Ну, собственно, все самое необходимое, самый необходимый минимум. На площади Славы во время торжественной церемонии принятия присяги на военную службу заступили 193 человека. Уже на этой неделе они отправятся отдавать долг Розине в составе Центрального спортивного клуба армии. Военные штабы этого подразделения дислоцируются в городе Балашиха Московской области, в поселке Ватутинке, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Самаре. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. Депот. Депотпе.